Далее в уроке мы разучим с вами компактное шоссе, таймстеп и шоссе в сторону. На что стоит обратить внимание? Во-первых, на то, что вес тела у нас расположен в большей степени в передней части стопы. Корпус у нас находится над ногами. Дальше. Во время переноса веса с опорной ноги на рабочую ногу. Пятая рабочая нога во время опускания вдавливается в пол. Нога у нас сильная, вытянутая. Дальше. Рабочая у нас колена во время опускания пятки рабочей ноги разгивается, подколенные связки растягиваются и у нас в рабочей ноге образуется такая вытянутая линия. Итак, давайте потанцуем сейчас компактное шоссе. Перенесите вес на левую ногу, правую ногу поставьте на подушку. Руки отведите в сторону, чтобы они вам не мешали. И сейчас поработаем только над стопой и над коленом. Бедра сейчас стараемся не затрагивать. Они у нас неподвижны. Приготовились. Теперь добавляем работу бедер. Что важно. Во время работы бедер, ваша верхняя часть корпуса должна быть изолирована от нижней. Вы не должны двигаться вместе с рабочим бедром. То есть, если вы работаете сейчас правой ногой, и бедро ваше сейчас пойдет вправо, корпус не разворачивается за бедром. Он остается неподвижным. Он смотрит прямо. Во время опускания пятки у нас колено разгибается. И в этот же момент по цепочке бедро рабочей ноги начинает уходить назад. Как бы назад прячется. И мы садимся в бедро. Усиливая, усиливая линию натянутую в рабочей ноге. И с другой ноги. Пятка, колено, бедро. И садимся еще сильнее в бедро. И дотягиваем рабочую нашу ногу. Приготовили. Вес принесли на левую ногу. Правая нога у нас на подушке. И ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Раз, два, три. Разучив компактное шоссе, приступаем к фигуре тайм-степ. Данная фигура состоит из двух шагов на месте. Раз, два. На что стоит обратить внимание? Работа пятки, колено и бедра сохраняется. Единственный момент. Наступаем мы не на всю подушечку, а больше переносим вес в подушечку большого пальца. Как будто у нас стопа немножко скашивается внутрь. И колено немножко смотрит у нас в диагональ. Это такая красивая линия получается в ноге. Вес у нас на левой ноге, правая на подушке. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Разучив фигуру тайм-степ, приступаем к шоссе в сторону. Шоссе состоит из трех шагов. И выполняется на четыре и раз. Вес расположен на левой ноге, правая нога у нас на носке. На счет четыре, правой ногой шагаем в сторону на всю стопу. Четыре. На ней левую ногу подставляем правую на подушку. Четыре. И переносим частично на нее вес. На раз. Левой ногой как бы выталкиваем правую ногу в сторону. И переносим вес на правую ногу. Правая нога у нас стоит на всей стопе. Раз. Раз. Подставили левую ногу правой. Вес мы расположен на правой ноге, левой на подушке. Повторяем шоссе в левом. На четыре левой ногой в сторону на всю стопу. Четыре. На и подставляем правую ногу левой на подушку. И вес частично начинает приноситься в правую ногу. Выталкиваем правой ногой левую ногу в сторону. И приходим на левую ногу на всю стопу. Раз. Во время исполнения шоссе в сторону принцип работы стопы колена и бедра остается прежним. Давайте сейчас соединим фигуру темп стоп и шоссе и прогонсуем их подсчет. Ча-ча. Раз. Два. Три. Ча-ча. Раз. Два. Три. Ча-ча. Раз. Два. Три. Ча-ча. Раз. Два. Ча-ча. На этом урок окончен. Включайте музыку и тренируйтесь. Субтитры делал DimaTorzok